Привет, Гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Всем хорошего дня. Проснулся, вышел на пляж, прекрасный рассвет. В этом видео посмотрим на графики по биткоину, по Юнисвапом помпанул. Я купил Юни два дня назад, и он вырос. Доджкоин тоже растет. Короче, посмотрим на биткоин, доджи, Юни и ворлдкоин тоже. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Я торгую уже 24 года, каждый день записываете видосы уже 4 года. Все это бесплатно для вас. Просто смотрите, учитесь. Я уже тысячам людей помог стать мультимиллионерами. А может быть, десятки тысяч людей уже миллионеры на моих советах. 40% моей аудитории – это миллионеры. Я проводил опрос у себя в Твиттере. Из 15 тысяч людей, которые смотрят мои видео каждый день, они уже миллионеры. Ну, давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем рынки. Вчера я хорошо заработал. На споте плюс 9200 долларов. Очень хорошо. Как за один день. Отлично поторговал. И вся эта прибыль пришла в основном от Юнисвап. Ну, посмотрите, плюс 9,99%. 10% буя! Вот это да, поздравляю. Всех, кто покупал Юни вместе со мной. Я делал твит такой. Два дня назад я пишу, купил больше Юни. Потому что здесь что-то бычье. Чашка с ручкой. В общем, я купил Юни. И теперь, смотрите, 36 часов спустя. Юнисвап уже 10 долларов 60 центов. А теперь Юнисвап уже стоит 11 долларов 20. Посмотрите, растет прямо сейчас. Поздравляю. Покет плюс 3%. Доджкоин плюс 4%. Тесла плюс 3%. Ворлдкоин плюс 2,7%. Биткоин теперь. Плюс 1%. 69200. Текущая цена. Давайте начнем с недельного таймфрейма. Как обычно. Сопротивление у биткоина находится на отметке 88 тысяч. Здесь сформировалась огромная чашка с ручкой. Если эта фигура себя отработает, то цель мы можем измерить по основанию. Но в любом случае 88 тысяч – это завершение пятой волны Эллиота. Но если чашка с ручкой отработает, то это 115 тысяч долларов. Желтая трендовая линия. Это основная трендовая, по которой биткоин идет вверх. Стохастик направлен вверх. Торговые объемы анчеток упали, но до конца недели остается еще один день. Вот она, желтая трендовая линия, по ней биткоин идет вверх. И я думаю, что мы можем снова прийти к этой трендовой. Поэтому 59 тысяч все еще актуально. Либо, возможно, выйдем сейчас вверх на хороших торговых объемах. Зайдем на ретесты, затем полетим на 88. Но, скорее всего, вот посмотрите, желтая трендовая линия. Может быть, биткоин пойдет к ней. Криптогру бота все еще держит сигнал на покупку. Этого бота можете получить на моих курсах по криптотрейдингу. Дал этот сигнал еще в феврале прошлого года и до сих пор его держит. Биткоин тогда стоил 20 тысяч долларов. Опускаемся теперь на дневной. Стохастик разворачивается вверх. Сквиз моментум зеленый. Но биткоин снова зашел в этот канал. И здесь что-то вроде бычьего флага прорисовывается. Я тут раньше давал торговую идею зайти на 66200. Биткоин опускался на 66300. Там я ставил заявку на 4 биткоина. Это заработал бы уже много тысяч долларов. Но, неважно, пропустил, будут еще другие возможности. И теперь есть две возможности того, что будет происходить. Либо мы выходим вверх на хороших объемах. Но вряд ли такое, конечно, на выходных произойдет. Либо мы развернемся и пойдем вниз к трендовой линии. Но теперь у биткоина есть уровни поддержки. Есть очень хорошие уровни поддержки. И они находятся на... Я бы сказал, что сильная поддержка находится вот здесь. На 64400 долларов. И очень сильная поддержка также на 60 тысяч долларов. Мне нужно тогда скорректировать свои заявки. 66400. Это одна торговая идея. Это более рискованный вариант. Заходим на 64440. Стоп-лосс на... Я бы поставил чуть ниже. И тейк профит на 88. Соотношение 63-69. Риск 379 долларов. Заработать можно 24190. Это в расчете на один биткоин без плеча. Это такой более опасный вариант. Более безопасно это ниже. В этой зоне находится основной уровень поддержки. Тейк профит здесь тоже на 88. Соотношение 73-27. Риск 413 долларов. Заработать можно 30200. И вы помните, раньше, если смотрели мое видео, минимально я говорил, что соотношение 1 к 3 у меня. Минимально тогда. 1 к 3. А теперь, что вы начинаете видеть, это что... Теперь я уже стараюсь 1 к 30 делать. Такое у меня соотношение. 1 к 30. Если я инвестирую 1 доллар, я должен вытащить минимум 30 долларов. Доллар вложил, 30-ку достал. Это минимально. Вот смотрите, какие у меня торговые идеи теперь. 73. Риск 413. Заработать можно 30 тысяч. А с десятом плечом это 300 тысяч. А здесь, в этой торговой идее, 63 соотношение. Каждый доллар, который я инвестирую, я получаю 63 доллара прибыли. Риск у меня 379 долларов. А заработать можно 24100 долларов. Вот две такие торговые идеи. Но пока что напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео полезные ссылки. 1 это биржи, на которых можно зарегистрироваться, торговать. На Bybit регистрируйтесь, получайте бонус до 30 тысяч долларов. Для этого нужно выполнить все необходимые условия. На Bingex тоже можно торговать. На Binance. 2 проходите мои курсы по криптотрейдингу, учитесь теханализу. И 3 присоединяйтесь к моему телеграмму, где уже около 9 тысяч трейдеров. Так, теперь откорректировать свои заявки на Bybit. Заработал я за один день 9200 долларов. Прекрасно. На балансе 634 тысяча 700 долларов. Было 619. Значит, я заработал, получается, 15 тысяч долларов вчера. Ну, а теперь нужно скорректировать ордер, который у меня размещен. Давайте поставим на 64 тысячи 500 долларов. И здесь зайдем на 3 биткоина. Здесь я ставил на 60 250. На 5 биткоинов. Но здесь, конечно, будет хороший отскок от этого уровня. Можно зайти на 10 биткоинов. Итого, на 60 250 заходим на 10 биткоинов. И на 3 биткоина по 64 500. Это на деривативах. А также на споте. Здесь у меня заявка на 2 биткоина по 58 тысяч. Теперь, что я держу. USDT на 235 тысяч долларов. Плюс 78 тысяч. Плюс еще здесь. Сколько? 350 тысяч долларов. 1 биткоин. Uniswap на 55 200 долларов. Плюс 11%. На Uniswap я заработал 7 тысяч долларов вчера. MCRT на 50 200. Плюс полпроцента. Я покупаю MCRT, но я и ранний инвестор в этом проекте, поэтому не финансовый совет. Но я насобирал тут уже 33 миллиона токенов. Ни одного токена еще не продал, которые мне достались как раннему инвестору. Наоборот, еще покупаю больше, потому что хороший проект, потрясающая технология. Доджкоин у меня на 47 200, плюс 3,5%. Ворлдкоин на 37 600, плюс 3%. Покет на 37 600, плюс 3, 7%. И опять же, я заработал 9 400 долларов за вчера. Это только на споте. Посмотрим теперь на доджкоин. Доджкоин тоже растет и пытается удержаться на 17 центах. Что там на недельном таймфрейме? Сначала я смотрю на недельку. Здесь огромная чашка с ручкой на доджкоине. Видите, вот она массивная такая. Если эта чашка с ручкой отработает на доджкоине, то здесь цель по выходу будет... Кстати говоря, такая же чашка с ручкой, которую мы видели и на биткоине, да? Та же самая чашка с ручкой, как и на битке. Интересно, мы видим такую же чашку с ручкой на доджкоине, как и на биткоине. В общем, если эта фигура отработает, то тогда цель здесь будет 29 центов. Прекрасно тут совпадает с уровнем сопротивления на 29 центов. Теперь у нас тут есть еще нисходящий треугольник, в котором сейчас находятся доджкоины и пытаются выйти вверх. Эта цель 24 цента по выходу из этого вот синего нисходящего треугольника. Расстояние можем измерить по основанию. По основанию этого треугольника меряем расстояние. Вот он, синий такой треугольник-то. Если выйдет из него доджкоин... Чик. Цель 27. Это будет прекрасно. Вернемся на недельный. Что мы видим на недельном? Мы видим, что растут объемы. Стохастик направлен вверх. Криптогуру-бот держит сигнал на покупку. Он дал этот сигнал еще в ноябре 23-го года, когда доджкоин стоил 0.067, а теперь доджкоин стоит 17 центов. Дал сигнал на 3 икса. Или сколько там. Ну вообще, конечно, нужно использовать ботов в сочетании с другими индикаторами. Но здесь вы бы заработали 152%. И до сих пор держит сигнал на покупку. Этого бота можете получить на моих курсах по криптотрейдингу. Стохастик направлен вверх. Опустимся на дневной, посмотрим, что там. Тоже направлен вверх, стохастик. Если доджкоин выйдет вверх из этого треугольника... Вот он, синий нисходящий треугольник. Выйдет, зайдет на ретест, оттолкнется, и тогда пойдет на 29 центов. Потрясающе, великолепно. Кто помнит, как мы покупали доджкоин по 6 центов? Нужно, может быть, поубирать тут старые линии. 152%. Но теперь посмотрим, что будет дальше. Выйдет из этого треугольника или нет. Стохастик направлен вверх, объемы растут. Четырехчасовой, тоже растут объемы. Пытается выйти вверх из треугольника, пробить сопротивление. Несколько раз уже отталкивался от этого сопротивления. Посмотрите, теперь снова сюда идет. Теперь либо пробьет это сопротивление, либо не пробьет. Если не пробьет, то пойдет, может, вниз на 11 центов. Но хотя на самом деле тут выше есть поддержка. На 12 центов. Смотрите, вот трендовая линия, вот эта, она направлена вниз. Синяя, которая. Но здесь очень сильная поддержка. Но самая-самая вообще жирная такая поддержка, вот здесь она. Уж за 11 центов можно взять. Поэтому я и поставил на 11 центов. На деревативах такую заявку. Хочу взять миллион доджкоинов по 11. Если, конечно, туда зайдет. Но есть потенциал того, что пробьет сопротивление и пойдет вверх доджкоин. На 47 300 долларов у меня доджкоина. То на споте и также заявка на деревативах. На случай, если вниз пойдет доджкоин. Ну что ж, теперь давайте посмотрим на твиттер. 85 тысяч фолловеров. 36 часов спустя. Это мой твит про Юнисвап. Как я там зарабатываю. Сначала купил, а потом Юни вырос. Также Юни Ворлдкоин Тесла. Все пампануло. Прекрасно. Теперь давайте посмотрим на... В Телеграм давайте перейдем. 154 человека онлайн. Бычи флаг на многих монетах. И также много чашек с ручками. В общем, видите, что трейдеры торгуют. Обсуждают графики, чашки, ручки. Это все только за сегодняшнее утро. И всех поздравляю с прибылью на доджкоине, биткоине. Ну, в общем, не будем сегодня проводить уже никаких больше тех анализов. Все остальное сделаем уже в следующем видосе. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Все это не финансовые советы. Проводите свои исследования, принимайте свои решения. Я ранний инвестор. У меня компания есть, которая инвестирует уже. 80 проектов инвестировала. Просто имейте это в виду. Это не финансовые советы, все. Проводите свои исследования, принимайте свои решения. Моя задача из... Ребят, чтобы вы понимали. Я не сижу на мешках с биткоином или эфиром. Я их двигаю. Все, что перекуплено, я продаю. Все, что перепродано, я покупаю. Вот сейчас, например, биткоина... Это я вам сейчас объясню. Смотрите, как понять, что там перепродано, перекуплено. Всему этому я обучаю на своих курсах по криптотрейдингу. Сейчас вот просто вам набросаю. Коротко. Время открывать крупные позиции на доджкоине было, когда мы это делали. Вот здесь на 5 центов я покупал доджкоин. Тогда стахастик был в перепроданности. Под этой нижней пунктирной линией. Это перепроданность. Когда стахастик находится здесь, то это хорошее время для покупки. Можно в лонг заходить. Здесь нужно формировать крупные позиции. А когда уже в перекупленности находится стахастик, то здесь нужно торговать уже осторожно. Потому что если стахастик в перекупленности, то нужно, наоборот, продавать. Вот в данный момент стахастик находится не над верхней пунктирной линией. Но то же самое мы видим и на биткоине. Хорошее время покупать биткоин было в 2022-2023 году. А я так и делал, если вы смотрели мои видео. Набирал биткоин. А теперь биткоин находится в перекупленности. Здесь нужно закрывать позиции. Как я, в общем-то, и сделал. Я здесь торгую, конечно, но очень аккуратно. Просто имейте это в виду. Спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, оно для вас полезное. Уже 4 года бесплатно для вас я записываю эти видосы. Можете учиться. На моих ошибках, в том числе. Это все реальные деньги, кстати говоря. Реальные аккаунты, реальные деньги. Здесь у меня 635 тысяч долларов. Вот, например, за 90 дней было 660 тысяч долларов. Поднимался на 920. Затем 720. 920, 900 тысяч. Здесь такая тройная вершина, как бы. Затем было сильное падение. Также я забрал 100 тысяч долларов с этого аккаунта. Для того, чтобы инвестировать в другие проекты. И затем так зашел в боковик баланс. Но я начинал его со 150 тысяч долларов. Ну и забрал тут 100 тысяч долларов. Поэтому получается, что было 150 тысяч. А теперь как бы 735. И, в общем, с этим аккаунтом я показываю, как я торгую. Я люблю покупать дешево, а продавать дорого. Я не держу биткоин, не держу эфир, не привязан к Тесла. Я покупаю дешево, продаю дорого. И не позволяю, чтобы у меня была просадка в 70%. Я не говорю, что «А, биткоин – это будущее». Даже несмотря на то, что я всем говорю, что биткоин – это круто. Уже давно говорю «Покупайте биткоин». Это вот, например, было еще много лет. Я уже говорю всем «Покупайте биткоин». Тысячи твитов написал об этом. Но вот один из моих любимых. Когда я начал покупать биткоин, никто не понимал, что это такое. Это я писал еще в 2018 году. В общем, имейте в виду, что я покупаю дешево, а продаю дорого. И если вы не покупаете на вершине, и не продаете на дне, и если вы не заходите на всю котлету, когда перекуплено, то тогда вы заработаете много денег. Я вот так вот торгую, я покупаю много Тесла, по 140 долларов купил, и оно выросло. Очень много денег там заработал. Прекрасно. Всем хорошего дня и увидимся завтра.